Об украинских реформах приедут говорить в Киев представители Евросоюза. Ежегодный саммит Украина ЕС стартует через два дня. Чего ждать Киеву, расскажет Елена Абрамович. Предстоящий саммит на закрытом брифинге в Совете ЕС обсуждали почти полчаса. Евросоюзу в этот раз все-таки есть чем похвастать. Год назад перед аналогичным событием ситуация была неопределенной и с безвизом, и с ратификацией соглашения об ассоциации. Теперь же эти вопросы закрыты. Успели к саммиту принять решение и по дополнительным торговым преференциям для Украины в рамках зоны свободной торговли. Так что президенты Совета ЕС и Еврокомиссии прибудут в Киев скорее с ожиданиями, чем обещаниями. До этого на большинстве встреч и саммитов обсуждали, что ЕС должен предоставить Украине. Сейчас Евросоюз более-менее выполнил свои обещания. Поэтому фокус сместится на выполнении Украиной своих обещаний. Речь идет о воплощении реформ, выполнении плана действий по соглашению об ассоциации. В Совете ЕС проанонсировали готовность предоставить гуманитарную помощь нашей стране. В основном это проекты реконструкции, воплощение которых возможно только после полного выполнения минских соглашений. Говорит, будут также о сотрудничестве в вопросах реформ. Возможно, Евросоюз подойдет к ситуации креативно и сделает на саммите какие-то новые предложения. Но следует понимать, что мы не можем постоянно находиться в ситуации, когда ЕС что-то должен предложить Украине, чтобы стимулировать ее к действию. Потому что реформы это то, что в первую очередь нужно Украине и ее народу. Похожую мысль сегодня выразил и еврокомиссар по вопросам расширения Йоганес Хан на заседании в Молдове. Когда Кишинев заикнулся, что готов подать заявку на вступление в Евросоюз, Хан посоветовал для начала сосредоточиться на ключевых реформах и внедрении соглашения об ассоциации. То же, по его словам, касается и других стран Восточного партнерства Украины и Грузии. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.